здравствуй друзья вы на канале sim racing from zero с вами борис и у нас очередная ежедневная гонка длинная на этот раз в монце трассу как одну из трасс которых я тоже люблю но машины вот эти вот уже это мнение не так супер формула но а группа 3 и эта гонка на очень интересная на у меня на провете старт сходу из проблем возникнуть не должно стартуем мы на среднем комплекте на мягком из двух предложенных на среднем комплекте резины так внимание старт здесь зло это slipstream друзья мои slipstream так артанули немножко разные показатели у машин на старте кто-то быстрее немножко конец это медленнее но тут slipstream прямые очень длинные я занимаю внутреннюю траекторию чтоб меня не да не дай бог не атаковали в первом повороте потому что тогда свой тяжелой и здесь атака контакт сохраняя свою лидирующую позицию и француз француз на француз на как они машины на макларене на отсутствие макларене едва не опережает поляка они бок о бок в курва гранда выходит с права грана дальше роджи шикана роджи слегка я ошибаюсь но ошибаются все остальные подпрыгивают на бордюрах и вновь француз перед лесно перед первым лесно француз проходит атакует и проходит поляка лесно удавались здесь неплохо плотная борьба первой тройки 2 лесно выход но у француза есть slipstream тут нужно больше секунды гораздо даже больше полутора секунд чтобы если ты не работал а он работает он работает и это постоянное напряжение здесь в аскаре вновь там была контратака попытка контратаки поляка посмотрим давайте с поляка как он будет пытаться контратаковать вот такой вид у нас из какие-то изнутри видит и меня и француза атакует и ныряет внутрь контакт тем не менее не сдается француз он цепляется за мой slipstream а поляк цепляется за slipstream француза пытается сбросится slipstream а француз поляка не стереть зачем он больше занят атаками на меня или обороной от поляка ой как поздно тормозит и цепляет траву ошибается контакт улетает так возвращается на трассу давайте вернемся да где у нас француз француз таким образом сбрасывает у нас поляка и на третье место выходит немец дальше за ним и чувак из юар и этот крюч крючек он лишь на пятом месте теперь продолжает потыкать француз те проходят роджу отрыв около секунды вот здесь не регулярно вас а удавалось проходить лучше но вот эта злосчастная шикана аскаре мне такое ощущение было что я ее прохожу чуть не хуже всех причем всегда но всем стрим использует француз и держится держится вон за мной шикана аскаре хорошо проходит продолжает держаться дальше смотрим что у нас немец тоже на макларене штраф 5 секунд видимо за стреску а его теперь будет преследовать у нас гонщик из юар поляк на пятом месте будет ли он возвращаться посмотрим поляк квалификации был довольно быстро я думаю он будет наказать очень некрасивый раскраску его болида так это такая серо блеклая как это не нравится 50 давайте посмотрим темп на счет наш темп 48 и 5 время француза 48 и 9 и я дай мне вспомогал вспомогал slipstream гораздо три четыре десятки три десятки он вели четыре десятки примерно проиграл этом круге тем не менее съел две десятки вот на торможение перед прямо варианты проходим мы курва гранды и торможение перед до шикана и ух его не 2 не срывает шиканы рожа дальше двойной лес на 1 лес на есть все в порядке 2 лес на бать посмотрим видео с нашего анборда как он смотрится из шевроле корвет посмотрите как в зеркалах заднего вида кажется что соперник далеко на 68 тысячных опережения мы идем шикана аскаре отрыв не показывать на поверьте здесь начал приближаться он лучше прошел то шикану плюс slipstream прикольный руль торможение сцепить апекс цепляем а плюс хорошо разгон кажется что далеко но на самом деле давайте посмотрим он очень недалеко вот он рядышко время 1 48 5 1 48 и 8 но в три десятки он проиграл три десятки прыгал потихонечку француз начал оставать но slipstream здесь еще ребята работает работает с французом здесь он близко примерно в секунде может секунда и две десятых где-то секунда примерно какой отрыв держится уже четвертый круг на 54 тысячных он опережает график моего лучшего круга шикану проходит он оружие плохо и 2 лет смотрит первый лес мой старый лес на традиционном и нам удается лучше едва не выходит широко француз здесь очень важен у него есть рядовая моста широковато и теряет он вход и мы вновь привозим ему те две десятки которые проиграли перед прямо варианта шиканно аскаре сейчас мы будем сравнивать вновь темп снимает ноги с педали газа и тем не менее он все равно не отстает он держит держит наш темп торможение параболика параболика смотрим наш темп 1 49 и 2 1 49 и почти 2 да немножко отыграл на этом круге француз немножко у нас отыграл прямо варианты сложно на самом деле шикана эти вот вот эти вот заносы все это патинный износ у нас износ меньше видите да у нас износ меньше вот чем преимущество вот этого либо моего пилотажа либо корвета либо более грубого использования вновь нам с отличным быстрее он приезжает ошибается стрел заднего моста но это потеря времени это потеря времени удается нам потихонечку потихонечку осмотрим за поляка поляк это уже вернулся вернулся на четвертое место он догнал и прошел их всех поляк на четвертом месте и продолжает вот это плотная борьба два лидера его на схеме видите отрывается дальше поляк уже приближается к немцу смотрим на износ да у маклара на износ больше давайте смотрим на поляка как он будет сейчас атаковать не знаю как будет ли атака перед эскари но слепстрим он накатывает атаку не наносит не носит атаку но лучше видно явно вход у него лучше естественно выход у него будет тоже лучше он раньше нажал на педаль газа и смотрите он нам буквально накатывает на заднем бампере он уже у немца и сейчас я думаю перед параболикой будет атака снаружи бок о бок поравнялись невыгодная траектория у поляка но скорость больше резина у него изношена меньше и по наружу параболики он проходит немца проходит и возвращается на третье место друзья мои а в свою очередь британец ними заезжают на пит-стоп красивый план дальше смотрим 48 8 50 и 1 то есть три десятки я еще привез французу три десятки я привез французу и он остает еще дальше оскари ой пози меня это роджа алисма да уже ощутим уже визуально виден отрыв использую всю ширину бордюра и спокойно когда посмотрим пока на борьбу где у нас бельгийц немец немец на пятом месте и два британца за ним все они на корветах у них об свежий комплект средний резина стоп они еще на жестком ехали вначале видимо да теперь опа опять полсекунды штрафа не бок о бок он его пропускает что ли нет бок о бок они ловят slipstream вновь нет прошу прощения друзья они не оба на корветах один из них на мерседесе такси снимание будет очень интересный момент потому что проходит параболику и француз француз заезжать будет на пидстоп на пидстоп дальше тянуть у него да конечно ему нет было смысла тянуть резноса резноса у него гораздо хуже так смотрим так выезжает из боксов на втором месте но поляк уже не так и далеко поляк на третьем месте продолжает на средней резине ехать так а мы остаемся еще на один круг проходим поворот курва гранда я так понимаю что курва это поворот по итальянски плоховато проходим шикану рожу срывая задний мост теряем время теряем время относительно француза у него свежий комплект хотя и жесткая резина но он свежий а мы на изношенном мягком комплекте второе лесма резина изношена и вот здесь ошибка ошибка широко уходим теряем довольно много времени и это ошибка совокупности конечно стоя еще в родже даст нам сейчас интригу последних кругов гонки и это будет друзья мои захватывающе скари символичный первый номер на борту продолжаем атаковать вон уже виднеется француз он проигрывает пол прямой примерно торможение сейчас переключимся на француза давайте и сонборда посмотрим как это было вот он параболика снимает ногу с педали газа газ пол я на пистопе средняя резина одеваем жесткую и вот момент ты думаешь что он гирит а вот он я выезжаю я выезжаю из боксов и вот он и вот он буквально у меня на заднем бампере и теперь интрига вся три последних круга борьба начинается сначала и так француз в курва гранде пристраивается позади пытается пролезть внутри но я ухожу широковато и даю ему наружную траекторию сам внутри на торможение торможение он цепляет траву едва его не разбалтывает на грани фола друзья мои на грани фола проходим его шикану у него выход лучший я перекрываем внутреннюю траекторию ну покажите же отбился здесь поспокойнее первым лесом у него слип стрим повторяю резина у него уже прогрета разница в комплекте всего один круг так что это ничего не значит продолжает пустинговать француз перед эскари накатывает не лезет в атаку а у пилота с заносом заднего моста проходит уход crypt выход отчаянно атакует француз отчаянно выход у него здесь мемножко опять лучший и then будет атаковать параголь когда невероят внутрь контакт пока пока не havenся на разгоне немножко я лучше и бок о бок мы выходим на стартовой прямую Буквально параллельно, друзья мои Параллельно Здесь я имею слегка небольшое преимущество Я не оставляю ему много места Я оставляю ему лишь внутри Вот мы рядом едем И торможение перед Прима варианты, он внутри И пытался я Остаться на траектории, но не получилось Снял ногу из педаль от газа И отпустил его, и таким образом Француз впервые в гонке захватывает лидерство Но сдаваться я не намерен Я слегка его отпустил Теперь в свою очередь у меня Слепстрим, друзья мои На финише полтора круга Ну чуть больше Шикану Проходим мы лучше И здесь Перед лес мой, я вновь Я вновь в игре Я вновь на заднем бампере у француза Он ошибается, цепляя стенку Теряет ход, нервничает Я упираюсь буквально прямо В буквальном прямом смысле Задний бампер Снимаю ногу из педаль газа пораньше Я тормаживаюсь И здесь у меня целая прямая Чтоб использовать слепстрим Француз Занимает внутреннюю траекторию В Аскаре очень сложно атаковать И тем не менее Я наношу свою атаку В Аскаре снаружи Здесь внутри Он снимает ногу из педали газа И в Аскаре я контратаковал И вышел вперед Тем не менее Все равно теперь у француза Слепстрим Это борьба Нервов, ребята Это просто жесть Француз Не отстает Пытался он атаковать снаружи Я занимаю внутреннюю траекторию Здесь перекричивает траекторию Упирается немножко мне бампер И вновь И вновь мы Выход из параболики На задней бампере Француз Жесткая борьба, ребята Очень жесткая И красивая борьба Итак Лот уходит на последний круг Мы Бок о бок Бок о бок И француза выход лучше Он на разгоне быстрее И он Но внутри Он пытается меня выдавить Не у него не выходит Очень грязный Грязный маневр С стороны француза Я такого не видел Я чувствовал удар Но Да, здесь что происходит Мы сохраняем свою позицию Не дали французу пройти Здесь он дальше Опять пытается Воспользоваться С лифстримов Курва Гранде Я занимаю внутреннюю траекторию Не позволяю Французу атаковать Очень жесткая борьба На грани фола Очень жесткая борьба Занесло слегка Француза Он теряет ход Лесма Первый Последний круг Друзья мои Второй Лесма И после второго Лесма Смотри Примерно Четыре десятых Секунды Интрига До конца гонки Друзья мои До конца гонки Интрига Посмотрите Эту гонку На анборд Там все Мои эмоции Переживания Время пилотажа Покажите Так Всходим И Едва Не теряет он И здесь И здесь Напряжение Спало Так как Француз Теперь Примерно Восьми десятых Секунды Он надеялся До конца Но Я сумел Удержаться Это видео Называется Три круга Жести Называется Полное название За это мы любим гонки И три круга Жести Теперь Можно спокойно Пройти Параболику Выход на стартовую Прямую И Мы Выигрываем Эту Гонку В Монце Семь я вас И поздравляю На втором месте Он напишет Потом в чате Что это было Дерри Дети Да Поляк Венчуру Третьим Молодец Отыгрался Британец Британца Немец Юарец Голландец Опять британец Швед Француз Далеко Британец Итальяне Со штрафом Его откинет На полсекунды Смотрим Не хватит Этого Нет Это не хватит Испанцу И француз У нас На последнем месте Широко Уходит На какой-то Хонде Финных Хондах Юндай И еще Рышит На 16 месте Вам спасибо Ребята Просмотр Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Всем до встречи Всем пока